10 том книги открытым оком вопрос номер 2342 тема проповедь благовестия почему бы вам не поехать к своему епископу и не помочь ему образовать настоящую общину как ваша в барнауле хотя бы я ездила к ним и могу сказать что у них все так же как и в московской патриархии также приходят все с улицы и нет занятий настоящих нет благовестия по городу и нет настоящей катехизации до трех лет как у вас крестят подряд венчают подряд и отпевают подряд всех лишь бы как-то забрел к ним человек почему бы не поехать туда человека 3 и не потрудиться на новом месте вас ваш епископ не приглашал отвечает игнатий тихонович лапкин я исповдаль напрашивался на такое дело но он хотя против ничего и не говорил а даже и пригласил но неопределенно как-то как бы и не для этого дела потом выяснил выяснится что мне там хотели устроить допрос по книгам моим а что меня допрашивать когда я все высказал там и ответы что я так и мыслю и верю что иначе и быть не может у архиерея в ишиме нет хорошей поддержки ему тяжело и я готов поработать с ним у него трижды мы посылали мой ответ по интернету но они не получили в кавычках тогда я написал вот это письмо кавычки открыты мир вам дорогой владыка евтихий получил ваше приглашение по телефону приехать на епархиальное собрание духовенство в город ишим в марте 2004 года я давно ждал такого официального приглашения и теперь вынес этот вопрос на обсуждение на вашем собрании после богослужения воскресенье когда мы в трапезной собираемся батюшка отец аким был тут же описав наши добрые отношения с вами и как мне видится моя поездка к вам попросил проголосовать зато ехать мне или же остаться сидеть на своем месте было более 50 человек чтобы я не ездил проголосовала только три человека остальные за то чтобы я поехал потом начались обоснования о высказывании теме кто как сказал и кто был против поездки высказали сомнения в полезности и безопасности моей поездки к вам батюшка дал полное и объективное описание того как проходит это мероприятие там у вас и когда мне может быть предоставлено слово получается что он не так уж и много возможностей и хорошо бы было если бы вы написали мне программу моего пребывания там у вас как это вам видится по числам и часам и месту и нельзя ли попытаться найти более эффективные возможности для встречи приехать бы всем в потеряевку на такое же собрание летом тогда бы никто не торопился на поезда и вели бы себя батюшки более выдержанно из двадцати священников какие могут быть у вас отец Аким насчитал вряд ли даже троих кто расположен к тому что я могу сказать остальные даже и не нейтральная враждебные так стоит ли тогда тратить мне часы а целую неделю на поездку не часы а целую неделю на поездку и ничь и нищем вернуться сюда приезжали сектанты и мы с ними беседовали за столом по десять часов к ряду такие же встречи были в разных городах не менее чем по два часа и потом вопросы и ответы тут же разве только проповедь в храме а это никак не по не позволит сойтись со слушателями поближе в проповеди я не могу коснуться больших больных вопросов нужно живое общение чтобы священники могли возражать спрашивать они будут против сказанного в проповеди не каждый в себе затаит свое несогласие да и назначение проповеди почти как и выступление это фактически доклад но если раз за разом маленькими порциями попить по пять минут по три минуты и потом снова беседа тогда было бы несравненно полезнее и необходима подготовка чтобы вы выступили предварительно обрисовали обстановку духовное положение епархии священства я же могу только пытаться восстановить авторитет библии показать всеобщее отступничество от евангельской веры послание галатам 2 глава 14 стих но когда я увидел что они не прямо поступают поистине евангельской то сказал петру при всех если ты будучи иудеем живешь по язычески они по иудейски послание филиппийцам 1 глава 27 стих только живите достойно благоествования христова чтобы мне приду ли я и увижу вас или не приду слышать о вас что вы стоите в одном духе подвязаясь единодушно за веру евангельскую если поездка должна совершиться то я хотел бы чтобы со мной поехал чтец Игорь Владимирович Дыбунов через стенку от меня живет у него вы обедали нужны непринужденные беседы и собеседования а не просто выступления но нужен строгий регламент по времени ибо обязательно будут бузатеры и крикуны которые в храме еще может быть и промолчат а на квартире будут забивать мешать их не выведешь нужна будет строгая рука чтобы подобных гасителей выводить в священстве исключительно прочно сидит невежество от незнания священного писания и в не меньшей мере вздут снобизм это от сверхпочтения и невероятного авторитета священства перед слепотствующими прихожанами намертво закрывает путь света в поповские души прошу поскорее ответить Игнатий 2 февраля 2004 года после этого мы встречались с епископом нефтихием уже в барнауле и он крепко рассердился на меня за этот ответ и что я не приехал но потом мы помирились думаю что он бы меня там не сберег зак закладки ждут когда я возвращусь дочитывать мгновенно отыскать из прошлого давид вдруг выхватил прощу и мысли ценные их больше чем песка на память члены с телом расстаются остались мне рубцы ожоги костыли как с перевала ловко съехал юзом забыть не суждено тот след соднит пылит закладками морщины по щекам и переломы ноют к непогоде там ребра вовремя мне бог пересчитал хлистал не по лицу по пьяной морде воскресший заново осмыслил те удары как милость и любовь от Иеговы успел закладку в памяти затарить об исцелениях и выходе здоровым в больнице мне хирург закладки красит пометил позвоночник мой хребет нет не случайно ползал не напрасно теперь ценю здоровья пью захлеб не спотыкаться черная закладка стреножил разбитые колени припоминаю ночи и сироп тот сладкий с давидом пред нафаном словно пленный э нет тут в синее с любовью перекрасил господь помог и выдержка и опыт из каждой волосинки выжить пользу властен закладкой терпкой ценность мне накопит тут дьявол за уздечку влево рвал остались прорези покаяться в грехе чтоб в памяти о прошлом не наступил провал по стариковски вынужден кряхтеть пометки узелки иксонмы кипы то запах обгорелого то меда стихи библейские ласкаясь к пальцам липнут чтоб сделать мудрецом из идиота 25 августа 2004 года Игнатий Лапкин иксон 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 иксон